Девять вечера. В баре с Туринген сидело много народу. Зал пропах табаком, алкоголем. Но весь шум затих, когда в бар зашел Сталкер в длинном черном плаще. Он немедленно подошел к барной стойке и протянул бармену пачку с деньгами. Тот, в свою очередь, кивнул и достал из-под прилавка шприц с мутно-зеленой жидкостью. В зале воцарилось молчание. Все следили за странным Сталкером. Он снял колпачок со шприца и вонзил иглу себе в шею, медленно вдавив содержимое. И положил использованный шприц на стойку, по его телу пробежала судорога. Нарик толпанный. Сталкер медленно повернул голову и увидел паренька, новичка, посмевшего оскорбить его. Из-под плаща Сталкер быстрым, отточенным движением достал нож и метнул сторону новичка. Нож прибил воротник бедняги к стенке. Паренек испугался и попытался вытащить нож, но все его попытки оказались тщетны. Тем временем хозяин ножа подошел к новичку. Кто слышал легенду про алхимика? Более трех лет назад в зоне появился странный человек. Вместо консьеров и оружия он принес с собой всякие склянки, колбы и прочие химические принадлежности. Он договорился с местным барыгой Сидоровичем и занял небольшую комнату, в которой проводил различные опыты. Он мало выходил наружу, но много скупал артефактов у Сталкеров и у самого барыги, за что получил свое прозвище – Алхимик. Но вот однажды, пойдя на вылазку, он попал в странную ситуацию. На свалке возле груды мусора на него напал Снорк. Мало того, что Снорк на свалке – это уже нонсенс, так и был он раза в два больше остальных сородичей. Но Алхимик не растерялся. Он открыл огонь из своего калаша и успел пробить мутанту коленей, пока тот был в прыжке. Мутант упал и взвыл от боли, но не остановился и не убежал. Он начал ползти к Сталкеру. Метр за метром, ползок за ползком, он подбирался к своей цели. Алхимик высадил в Снорка все свои патроны, которых было немало. Но Снорк все полз и полз. Тогда Сталкер вытащил из самодельных ножен кинжал и вонзил его Снорку промеж глаз. Тот издал ужасный крик. По телу его пробежала судорога, и он утих. Алхимик снял с мутанта противогаз и увидел очень удивительную картину. У Снорка были лишь рудименты глаз и щупальца кровососа вместо нижней челюсти. Именно тогда Алхимик загорелся желанием создать мутаген. Совместить несовместимое. Он начал скупать части тела всех мутантов Зоны. Он неделями не выходил из своей лаборатории, пока наконец, путем проб и ошибок, не вывел заветную формулу. Он создал напиток. Нет, скорее эликсир, который стал его даром этому миру, но и его проклятием. Алхимик выпил его и потерял сознание. Он очнулся лишь через два дня и сразу почуял неладное. Его вены на руках были вздуты, зрение его улучшилось, и чувствовал он намного больше, чем обычно. Он вышел на улицу и увидел стадо кабанов, несущихся прямо на него. Но вместо того, чтобы бежать, Алхимик растопырил пальцы, и стадо остановилось. Он чувствовал себя необычайно сильным, поэтому подошел к вожаку стада и посмотрел ему в глаза. Но вдруг понял, что может читать мысли мутанта. Тот испугался и убежал. Через несколько дней он уже смог контролировать свои силы. Он провел некоторые расчеты, применил свои способности на практике и узнал всю свою мощь. В нем было все лучшее, что было у мутантов зоны. Он умел контролировать и управлять мыслями, как контролер. Он чуял аномалии, как слепой пес. Он был силен, как псевдогигант, ловок, как снорк, вынослив, как кровосос и безжалостен, как псевдокабан. Но со всеми плюсами он обнаружил и один ужасный минус. Эти силы пожирали его, они уничтожали его здоровье, отнимали его жизнь. Он провел немало опытов, пока не обнаружил то, что могло остановить его проклятие. Он создал вещество, способное замедлять пагубные эффекты его дара. Но чтобы это вещество работало, нужна была специальная вакцина, в которую входил один препарат, производящийся только в Германии и только под заказ. Но он сумел найти выход. Он договорился с барменом и работал на него, за что тот по дешевке продавал ему необходимый препарат. Со временем, алхимик научился лучше контролировать свои способности и эффективнее их использовать. Плюс, его силу увеличивало это лекарство, за счет чего он стал самой жестокой шуткой и самым опасным зверем Зоны. Но как бы он ни старался, как бы ни ухитрялся вырывать свою жизнь из лап проклятия, смерть его будет довольно скорой и очень мучительной. Вот оно, паскудство Зоны. Весь бар сидел не в доумении и ждал продолжения, но сталкер закончил свой рассказ. Он подошел к новичку, вытащил из стены нож и посмотрел тому в глаза. Поэтому лучше меня не трогать. После чего отправился к выходу из бара. Но какое отношение эта история имеет к тебе? А он и есть алхимик. Взрывая мгновенье Через сотни лет Мы растаем в пыли Своих надежд Оставляя Поколеньям Горький след Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова